Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Иран заявил о желании войти в Евразийский экономический союз. Посол Исламской Республики в России Казим Джалали на прошедшей 11 апреля конференции в Москве, посвященной российско-иранскому сотрудничеству, заявил о том, что власть Ирана рассчитывает в ближайшее время получить статус государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе для того, чтобы ускорить сближение с указанной организацией. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Беларусь, Армения, Киргизия, Казахстан. Статус стран-наблюдателей в указанной организации имеют Монголия, Куба и Молдова. Казим Джалали отметил, что иранское правительство рассчитывает на поддержку Кремля для более тесной интеграции с другими участниками союза. Включение Иран в Евразийский союз будет способствовать дальнейшему росту товарооборота между Ираном и Россией за счет отмены взаимных таможенных пошлин и сокращения административных барьеров при поставках товаров через границу. Россия и Иран давно стремятся к более тесному экономическому сотрудничеству. Однако объемы взаимной торговли между странами пока невелики. Товарооборот между Россией и Ираном по итогам минувшего года составил лишь 4 миллиарда долларов. Это в два раза меньше объема торговли России с Арменией и в восемь раз меньше объема двусторонней торговли России с Казахстаном. Отмечу, что в конце декабря минувшего года в Санкт-Петербурге Иран подписал с Высшим Евразийским экономическим советом соглашение о свободной торговле, которое устраняет возные таможенные пошлины в отношении 90% товарной номенклатуры. Это соглашение может поспособствовать кратному росту объемов торговли между Москвой и Тегераном. Иранский посол также отметил, что руководство Ирана планирует в этом году принять участие во всех мероприятиях, которые будут проводиться в России в рамках группы BRICS. Иран также заинтересован в дальнейшем укреплении отношений с Россией и в рамках ШОС, в том числе в сфере военного сотрудничества в целях оказания друг другу содействия в построении нового меропорядка. Иранский дипломат в завершении выразил уверенность в том, что углубление партнерства с Россией, Арменией и другими странами ЕАЭС ускорит создание глобального транспортного коридора север-юг, а также укрепит безопасность в регионе. Иран проявил интерес членству в ЕАЭС очень вовремя. Москве и Тегерану крайне важно не допустить создание западными странами в Армении очага напряженности. Друзья, сегодня в 21.30 в закрытом телеграм-канале выйдет материал на тему «После ракетных ударов украинская энергосистема оказалась на грани коллапса». Подписаться на закрытый канал можно по ссылке в описании под этим видео.